Ребята, всем привет! Ну что, наконец-то у меня появился нормальный интернет. Конечно, не то, что у меня был в Москве, там безлимитка гигабитная, но поздравим с тем, что у меня было на мегафоне на Билайне, это просто рай. Это летает все, и главное, все стабильно, а самое главное, безлимитно. Вот это для меня был самый острый момент. И, конечно, ребят, наконец-то всем вам сегодня скажу спасибо. Тот список, который я тогда выписывал, в общем-то, вроде бы, больше никем не пополнился, ну, потому что я человек ненаглый, я сразу отрубил донат, вот как только мы собрали эту сумму. Вот. И, ну, собственно, я рассказывал, да, вначале, какие были проблемы. Я думал, что у меня тут на моем возвышении в районе, когда у меня весь центр, да, внизу, ну, проблем никаких не будет с подключением, но, как вы помните, тут была такая березка, она и сейчас есть, слава богу, я не стал даже пытаться ее как-то убрать, потому что я как бы за природу, хотя и с деревом работаю, но пусть оно растет. Для лесозаготовок есть соответствующие места. Ну, и, короче говоря, вот я три недели прождал, пока ребята-монтажники мне поставят другую базовую станцию на другом доме, но, собственно, я сейчас вам покажу. Я нахожусь сейчас вот на своем рабочем месте, на втором этаже, на своей мастерскую, где как раз монтирую свои видео и отвечаю на ваши комментарии. Да, ребята, и сразу хочу вам показать, вот она антенна, как выглядит. Дачники все косят и косят. Короче, вот такая вот антенна у меня стоит. Не стали мы особо извращаться, прям воткнули ее под окно. Ну, и, как ни странно, здесь оказалась самая лучшая видимость. Короче говоря, как вы помните, вот она та березка. В тот раз я ее снимал с первого этажа. Вот монтажники прокладывали трассу, ну, по Яндекс-картам там, что ли, и получилось так, что она вот прямо на пути стоит. Не знаю, я вот сейчас за ней не вижу там никакую пятиэтажку, но у них она там как раз появилась. А может быть, она за большую березку, я это, кстати говоря, не помню. В общем, там ничего не вышло. И спустя вот три недели ребята поставили новую базовую станцию вот на этом доме. То есть, как вы видите, до него идеальная прямая видимость. Да, еще бы, наверное, немножко крат оптики, и мы бы увидели эту базовую станцию на крыше. А может быть, мы ее и увидим. Вот, и теперь все хорошо. Вот единственное, если на этом участке что-нибудь построится, скорее всего двухэтажное, то мне, естественно, все дело закроют. Но, что меня порадовало, вот с одной стороны, конечно, я не мог поверить, что они ради меня поставят новую базовую станцию, ради меня одного. Но так вышло, что у нас тут открылась недавно пятерочка, супермаркет, недалеко от меня. То есть, не в центре, а здесь у нас в частном секторе, можно сказать. И вот они как раз ее подключили к вот этой базовой станции. Это был абонент номер один, а я, соответственно, абонент номер два. Но меня, честно говоря, это дико радует, потому что это большое коммерческое предприятие, да, то есть, это уже подключение юридического лица, которое стоит других денег, и стабильность там должна быть, соответственно, тоже другая. Поэтому, соответственно, раз мы с пятерочкой сидим на этой базовой станции, значит, стабильность моего интернета будет на максимуме. Ну, в общем, я на это очень надеюсь. Что радует, конечно, теперь я стал смотреть видео на ютубе автоматом уже в HD, даже 50 кадров в секунду. Честно говоря, я офигел. Я уже так от этого отвык, что, ну, смотрел в 320, все такое немножко блюрное, размыленное. Сейчас, конечно, кайф. Что еще сказать? Ну, вот, ребята, конечно, молодцы, да, долго, но подошли ответственно, то есть, не стали меня через эту березку пробивать. Там, в общем-то, сигнал был неплохой по сравнению там с тем же мегафоном, да, но они, говорит, вот, вас это не устроит. Наверное. Плюс они мне, значит, настроили роутер, который у меня был. Вот такой вот, весь в пылище. Такой вот роутер старинный, но, как бы, очень мощный. Не знаю, даже, может быть, когда-нибудь я буду стримить со своего пруда из лодки, лежа на рыбалке. Правда, у меня не лодки пока нет, и на рыбалке я в этом году еще ни разу не был. В общем, ребята, очередное видео из серии болтовня, блин, конечно, его лучше было на лайв-канал залить, но донат-то производился на главном, да, поэтому сейчас вот мы этот весь вопрос закроем, и у меня уже скопился огромный список видео и дел по мастерской, которые надо сделать, потому что... Ну, потому что, потому что я уже с ремонтами задолбался, я уже даже кое-на-что забил, думаю, отложу я это дело, переключусь, потому что невозможно. Даже вот скажу... Нет, не буду говорить. Короче, 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 да. Значит, кто меня подключал? SkyNet.com, интернет-провайдер. Он, естественно, работает не только в Серебряных прудах, по всей, вроде бы, Московской области, может быть, даже каким-то другим. Я оставлю ссылку на них в описании. Ну, они мне сделали небольшую скидочку, вот роутеры настроили, опять же, у меня к нему ни диска, ни фига нет. Ну, постарались, в общем. Я им сказал, конечно, кто я, что я, непростой пользователь, но... Я думаю, что если кто-то будет через них подключаться, всегда может сказать, что мы там от Максима Козлова и, может быть, скидку какую-то сделают. Но в любом случае подойдут со всей ответственностью. Вот такой вот расклад. В общем, ребята, всем огромное спасибо, кто помог. Я, честно говоря, не ожидал. Так что, ребята, теперь уже все. Теперь видео, надеюсь, будут по теме и часто. Все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok